Вот про текущее время. Знаете, я собираю анекдоты, это отчасти антропологическое такое занятие, потому что анекдоты это лучший учебник истории. Вместо большого тома исторического можно сказать анекдоты, которые рассказывались, которые были главными анекдотами каждого года, каждого периода исторического. И вот этот вот набор анекдотов вам расскажет о том, что на самом деле это было. Гораз начнем учебник истории. Смотрите, все есть разговаривание, укладывается в теопару, как с двумя анекдотами. Я их сейчас расскажу. И вот как, все 90-е. Они тут с 90-го года. Съезды народных искусств, еще в советских, на съезды ходит группа автоматчиков, мастер с автоматами, спрашивают, где есть. Все 90-й год, да? Всех покрошили, это вас ставят, да? 98-й год, они тут вот, 98-го года. Выходят я из церкви, какая-то бабушка говорит, подай, пожалуйста, не тащит. Как я себе подам баба? У меня девича не ракет. Все. Так, вот я подошел, вот я подошел, вот я подошел, вот я подошел, да, к настоящим персонажам. И больше можно, в сущности, достаточно того, чтобы понять, какой путь прошла Россия в самоотношении. Игрует, да? Путинское растеряйте настало. Первые 4 года тишина, никаких анекдотов. Присматривались. Три типа анекдотов. То есть анекдотов было довольно много, но все они укладывались в песок. Это были анекдоты. Про вернувшийся страх. Помните, приходит человек в отдел кадра, говорит, я приехал из Петербурга, и он говорит, зачем ты сразу ругать? Про вернувшийся ощущение страха. Про нарастающее лимитатурное убожество, потому что при Борисе Николаевиче случались то Гайкан, то профессор Афанасьев, то Сахаров, да? А при этом, мама, она меньше, уже, да? Франковщик, ну, мы, там, какие-то совсем. Был анекдот, если вы помните, что в Курсен-Туре, как с Франковым, кем-то еще там, ресторан. Официант говорит, что в обрыгнули мясо, Путин говорит, мясо, то это овощи. Овощи тоже будут мясо. Анекдот 6-го года, 6-го года, 6-го 7-го года. И, наконец, анекдот про коррупцию. Путин, анекдот 7-го года, еще не было фамилии, и дети, а было просто приемлемо. И был приемлем, был в анекдоте. Начинаю, я гиагностировал, что это 7-й год, еще это 8-й. Пульс атестирует приемлемо, спрашивает, сколько будет 2-2, то, как всегда, Владимир Владимирович, 1-й монет или вам? И вот все эти итоги, которые появлялись в это время, так или иначе, ложились в одну из этих этих кучек. В 10-м году, еще до свистка в эллипийском, и до всякой болотной, да? Я услышал о нихдот и сказал, о, надо же что-то, что-то поменялось, а идет, в чем так на него закончили. Он там стоит. А, кольку уже к словению пробки случится, волк, говорит, террористы захватили Владимира Владимировича, значит, требует 10 миллионов выкупа долларов. Иначе грозят облить бензина на пожечь, по машинам, кто сколько даст, уже за рулем гидрофт 5 там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова